Привет, это Навальный. Я же говорил, что вся эта история с отравлением круче голливудского фильма, и вы еще не представляете, насколько. В классическом детективе всегда есть сцена, когда сам убийца сознается всадеянным. И у нас она тоже есть. Это просто невероятно. Но обо всем по порядку. Ровно неделю назад мы выпустили расследование, и оно стало мировой сенсацией. Только на моем ютюбе уже 17 миллионов просмотров. Доказательства, предъявленные нами, настолько убедительны, что даже заказчик преступления, президент Путин, не смог отпираться и фактически подтвердил, что великолепная восьмерка, следившая за мной почти 4 года, это сотрудники ФСБ. Понятное дело, что Путин не мог на всю страну сказать, да, я приказал ФСБ убить своего политического противника. Поэтому он снова начал городить чушь о том, что никакого расследования не было, а это все легализованная информация ЦРУ. А сотрудники ФСБ за мной просто присматривали. А самым главным доказательством того, что отравления не было, является то, что я жив. Потому что если хотели бы отравить, то, конечно, бы отравили. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. И в первом, и в этом случае. Это легализация. Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Да, в наших спецслужбах хорошо это понимают и знают. Тогда спецслужба, конечно, должна за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Ты понимаешь? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Сразу после Путина его слова подтвердил и конкретизировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент рассказал причину, почему за ним присматривают. А, прошу прощения, растущие уши специальных служб. Других стран? Ну, конечно, конечно. И мы тоже неоднократно говорили, вызывает много вопросов, разные высказывания с призывами о свержении власти. Позже Песков выразился еще яснее, сообщив журналистам, что ФСБ присматривает за мной. Потому что это обычная практика для тех, кто контактирует со спецслужбами других государств. А также допускает высказывания, призывающие к насильственной смене власти. Таким образом, подумав несколько дней, Кремль и Путин ответили нам. Первое. За всем стоит ЦРУ. Второе. Да, сотрудники ФСБ были, но они просто следили за мной. Третье. Если хотели бы убить, убили. А раз остался жив, то не убивали. Аргумент про ЦРУ настолько смехотворен, что его моментально опровергли журналисты, включая прокремлевских. Они написали подробные отчеты о том, что для получения информации, использованной в расследовании Беллингкет, никакого ЦРУ и близко не надо. Она действительно продается любому желающему. Смешно, что кремлевские СМИ даже сокрушаются, что из-за меня теперь услуги пробива подорожают. Путин, кстати, на этой же пресс-конференции и расследовании о своем зяте-миллиардере тоже назвал работой ЦРУ. Это госдеп и спецслужба США. Вот они и являются авторами на самом деле. То есть, во всем случае, по их заданию это сделано. Это совершенно очевидная вещь. Вторая часть путинского опровержения тоже не выдерживает критики. Если за мной следили, потому что я экстремист, то почему слежкой занимались медики и химики? Почему они летали на разных самолетах со мной? Почему приезжали и уезжали в разное со мной время на разных рейсах с разницей в день? Это полное вранье, и тут даже обсуждать ничего не стоит. Остается главный аргумент. Хотели бы отравить, отравили бы. А об этом нам никто не может рассказать, кроме самих убийц. Так вот, они нам и рассказали. Вернее, один из них. В прошлый понедельник мы готовились выпускать материалы ровно в 15.00 по московскому времени. Одновременно мы, Беллинкэт, Инсайдер, CNN, Эль Паис и Шпигель. Понятное дело, что через 5 минут после выпуска группа убийц и их начальники поймут, что их разоблачили, и они залягут на дно, сменят телефоны, ну и так далее. Мы не исключали того, что этих восьмерых, проваливших задание, просто убьют. Или спрячут. Или сначала спрячут, а потом убьют. Поэтому в 6 утра по московскому времени мы организовали вот здесь нечто вроде штаба. И распределили между собой задачи, чтобы с 7 утра начать действовать одновременно и застать злодеев врасплох. В 7.00 в дверь к одному из убийц постучалась Любовь Соболь. В это же время у одной из штаб-квартир ФСБ, где работают убийцы, их караулил корреспондент канала «Штаб» Дмитрий Низовцев. И его спустя 20 минут задержала полиция по звонку из ФСБ. Корреспондент CNN Клариса Ворд в 7 утра пришла к координатору группы убийц Олегу Таякину. И эти феерические несколько секунд увидел весь мир. Ну а я ровно в 7 утра начал звонить своим убийцам. У Биллингэта были их телефонные номера и список номеров, по которыми они сами звонят. Анализ этих данных показал, что для того, чтобы скрыть содержание разговоров, они используют специальный номер. Ну, нечто вроде такого ФСБшного коммутатора. Мы взяли простейшую программу, такими пользуются телефонные пранкеры, для того, чтобы скрыть номер, с которого звоню я, и подставить вместо него нужный нам номер. И расчет был очень простой. Звонок в 7 утра. Ты видишь знакомый служебный номер, берешь трубку и начинаешь разговаривать. Почти все, кому я позвонил, трубку взяли, почти все быстро ее повесили. А потом нас ждала большая удача. Константин Борисович Кудрявцев, военный химик из Института криминалистики ФСБ, работавший до этого в Научном исследовательском центре биологической безопасности Министерства обороны и Военной академии радиационной, химической и биологической защиты. Он разговаривал со мной 45 минут, предполагая, что я помощник секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Патрушева. На начало разговора мы о Кудрявцеве знали только три факта. Что он состоит в группе тайных убийц, что он химик и что он 25 августа летал в Омск. Поэтому я и предполагал, что он забирал из больницы мою одежду. В неизвестном направлении пропадает моя одежда. Вполне вероятно, ее забирают один из участников группы Кудрявцев. 25 августа он прилетал в Омск. А к концу разговора Константин нам любезно пояснил многие детали. И сейчас я говорю совершенно официально и направлю соответствующие заявления. Вот фото Кудрявцева, вот его телефон, мы знаем, что он сотрудник ФСБ, и вы сейчас услышите его голос. Любая фонографическая экспертиза подтвердит, что это голос его. А слов его достаточно, чтобы арестовать не только убийц, но и тех, кто помогал им скрыть следы преступления. Когда президент Путин на пресс-конференции сказал, ну если бы хотели отравить, отравили бы? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Фразу, которую сейчас повторяют все пропагандисты. Я просто в ладоши хлопал от радости. Потому что сотрудник ФСБ Кудрявцев ответил нам всем ровно на этот вопрос. Ну и кроме того, сейчас вы узнаете, почему президент Путин много думает, извините, о моих трусах. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, Артем, приветствую. Константин. Алло. Алло, Константин Борисович. Да, да, да. Здрасте. Меня зовут Устинов Максим Сергеевич. Я помощник Николая Платоновича Патрушева. Мне ваш телефон дал Владимир Михайлович Богданов. Извините за ранний звонок. Мне нужно 10 минут вашего времени. Очень сильно нужно. Руководство в очередной раз новой итерации обсуждений попросит, наверное, вас попозже рапорт подготовить. Но я сейчас сделаю доклад для Николая Платоновича на Совете Безопасности. Все это будет обсуждаться на высшем уровне. Мне нужно один абзац. Просто краткое понимание от членов команды. Что у нас пошло не так? Почему в Томске был с Навальным полный провал? Ваше мнение напишите. Скажите мне, пожалуйста. Я запишу, а позже уже в рапорте укажете. В Омске был провал? Нет, в Томске. Нет, имеется в виду в Томске. В Томске? Да. А что вы в Томске бывали? Константин Борисович. Да, да, да. Вы слышали, что я вам сказал? Я по поручению Патрушева звоню. Нет, я понимаю все прекрасно. Я просто пытаюсь голове вспомнить, что в Томске есть что-то было. Ну, вы в Омск 25-го числа зачем ездили? В Омск или в Томск? Вы ездили в Омск 25-го числа. В Томске была операция. И сейчас я составляю короткую версию рапорта, что там случилось. Попозже Владимир Михайлович попросит вас написать длинную версию. Я понимаю, что это в очередной раз. Но руководство для Совета Безопасности просит меня подготовить документы сейчас. Поэтому вы мне очень сильно поможете. И не будете задерживать Николая Платоновича. Я бы с удовольствием им помог. Но я сейчас на коронавирусе сижу дома. Ну, поэтому я вам и звоню. Давайте я на Макшакову. Макшакову я позвоню тоже, конечно же. Ну, то есть я сейчас... Это простая процедура. Я буду звонить сейчас Александрову, Макшакову, Таякину. Из каждого буду просить на два абзаца объяснения. Потому что мне нужно в итоге рапорт сделать на два листочка. Сами понимаете, кому я делаю рапорт на два листочка. Я не хочу здесь именами бросаться. Но я бы не стал вам названивать в 7 утра. И не стал бы Богданова звонить в 7 утра, если бы не срочная ситуация. Поэтому просто у меня здесь у вас написано. Кудрявцев, двоеточие, считает так и так. Почему у нас ничего не получилось? Что нужно... Почему было плохо? И что нужно сделать, чтобы хорошо? По десятибалльной шкале вы оцениваете работу Александрова как? Понятно, что он ваш коллега, тем не менее. Александрова? Да. Работа хорошая, да. Оценивает хорошо. Лидерские качества Таякина вы как оцениваете? Координацию команды? Таякин там не был. Там мощный был. Я знаю, что там не было Таякина, что там был Осипов, но тем не менее Таякин в операции участвовал, правильно? Честно, у меня нет такой информации. Я не могу ничего сказать. Ну хорошо. Осипова вы по десятибалльной шкале как оцениваете? Сейчас, погодите, я записываю. Хорошо, да, да. Я хорошо оцениваю. Хорошо, тогда логичный вопрос, согласитесь. Я должен как бы просто объяснить буду сейчас Патрушева. Если вы говорите, что вы хорошо оцениваете и Александрова, и Осипова, почему ничего не получилось? Ну, это вот я вопрос себе задавал уже не один раз, кстати. Вроде как бы, ну, ситуация, то, что информацией я владею, а я владею не всей информацией. Понимаю. Вы сами понимаете, да, я владею информацией, которая у меня есть непосредственно, или которая до меня доводится. Ну, ровно для этого и делается доклад. Да, да, да. Да, 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 я вас перебил. Я просто говорю, что ровно для этого мы делаем доклад, чтобы каждый со своей колокольни как бы посмотрел. Поэтому сейчас меня интересует только ваше мнение. Ну, я оцениваю работу хорошую, по крайней мере. Ну, работа сделана как бы, ну, как вот делали, как бы, все прорабатывалось вопросом. Я так считаю. И не один раз. Хорошо. Очевидный вопрос, который, ответ на который должен быть в моей бумаге. Если вы оцениваете хорошо работу Иосипова и Александрова, почему провал-то? Что нужно сделать в будущем, чтобы ничего этого не было? Фух, ну, в нашей работе, сами понимаете, вопросов и нюансов всегда очень много. И все учитывать, как бы, ну, стараемся всегда по максимальному, чтобы не было никаких просчетов и так далее. Сами понимаете, да? Я понимаю, что самое главное. То есть здесь же... Наверняка прорабатывался досконально, я так считаю. Ну, это мое мнение. По крайней мере, если оборачивать. Ну, то, что ранее, там, да, было сделано. Вот. Ну, нюансы есть всегда. В каждом, так говоря, в работе есть нюансы. Всяка ситуация свернулась, как бы, с одной стороны, там, ну, так сказать, что-то неправильно принимаем. Ну? Ну, я тоже думал, как бы, что могло, как бы, ну, там, посадили, там, это, понимаете, да, полетел, посадили. Все, вот эта, как бы, ситуация сложилась так, что не в нашу пользу, я так считаю. Если бы чуть дольше, то, соответственно, чуть, могло бы все пойти по-другому. Чуть дольше, что? Да, правильно, понимаете. Константин Борисович, если бы чуть, если бы чуть дольше летел? Ну, возможно, да, если бы чуть дольше летел, например, они посадили его там резко как-то и так далее, да? Возможно, это все пошло не так. То есть, там, оперативная работа, там, с медикой, скорой помощи, да? На посадочной полосе там и так далее. Ну, и, соответственно, как бы, это... Алло? Да, 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 ну, а... Самолет посадили через 40 минут. В принципе, это должно было бы, как бы, учитываться при планировании операции. Нельзя сказать, что самолет посадили просто моментально. Рассчитали неправильно дозу, вероятности. Почему? Ну, это я не могу сказать, почему. Рассчитывали все, я так понимаю, что рассчитывали все с запасом. Как было нанесено вещество? Ну, я говорю, это лучше по оперативной связи. Я... Сами понимаете, я работал уже потом. Да, я знаю. Ну, я в самой, как бы, это... По крайней мере, то, что, как бы, после мы смотрели, там, как бы, делали там свои мероприятия. Так, что-то, как бы... Вы бы как сделали иначе? Вот, если бы, если бы вы планировали операцию, как нужно было сделать иначе эту штуку? Ну, это надо садиться, думать конкретно уже. В зависимости от ситуации, от обстоятельств, от возможных способов, ну, не способов, а от возможных мест, да. Тут нюансов его и очень много. И надо учитывать каждый нюанс, каждую мелочь. Я считаю, ну, мне так, ну, как по моему мнению, все было, как бы, спланировано и... Правильно было все спланировано. В другом никак не могло быть. То есть, если бы неправильно было спланировано, ничего бы не делали. Так, у меня по-прежнему остались вопросы. Во-первых, вещи где? Что с вещами? Что с вещами? Ну, тут навальновские вещи где? Ну, были, вот, я их крайний раз видел в Омске в самом. Это оставили, да. Ну, мы там ездили, работали. Да, вы 25-го же туда летали, в Омск, правильно? Да, мне бы вспомнить, ну, наверное, примерно, да. Меня записано на работе. Так, и конкретно, что с ними произошло? С вещами с этими? А, конечный пункт нахождения их? Да. Ну, конечный пункт нахождения, я не без понятия. Могу только, знаете, сейчас сказать. Мы когда приехали, нам отдали их с... Привезли местные ребята, в Омске. Вот, вот, с этой полицей, как она... Транспортной? Ага. Да, да, нам от них отдали коробку. Ага. Ну, мы с коробкой поработали, соответственно. И вернули все ребятам. Ну, местный. А местный начальник, в принципе, у меня его телефон не есть, если надо, могу дать. Да, давайте. Запишу. Он, эту коробку, я ему сказал, что он вернул назад. Скорее всего, он отдал этим ребятам. Санкт-Петербург, полиция. Так, дайте мне, пожалуйста, телефон начальника. Повисите, хорошо? Да, конечно. Ага. Да, пишу. 8-962. 962. 0-59. 0-59. 25-95. 25-95. А зовут его? Михаил. Получится, он не записан. Михаил Павлович. Да, он начальник ПТ. Ну, а начальник. Если можно попрошить, да, посмотреть. А, я выясню, нет проблем. Давайте подробнее про вещи. На них было что-то? Коробка, то есть, что-то там нашли на ней? Что с этим делали конкретно? Ну, мы же два раза ездили. Угу. Первый раз пакет был. Обычно. Ага. Пакет там с печатью где-то, там все. Там разовый весь был. Там были вещи, ну, они мокрые какие-то были. Ну, вот там были вещи, соответственно, потому что вот было там. Там костюм, там эти, носки, там, маска. Угу. Футболка, соответственно. Так, и что, какую процедуру вы реализовали? Что делали с этим, чтобы я сообщил? Ну, обработку делали. Что тогда конкретно делали, объясните? Ну, жимовали, обрабатывали. Растворили. Чтобы не это, ну, там, ну, там, кажется, запьем. Ну, обрабатывали. Значит, еще у меня есть среди вопросов, странный такой вопрос. Вы же с Навальным ездили сколько? И в Киров ездили в семнадцатом году, да? Вы-то сами как его личность оцениваете? Ничего. Его? Да, Навального. Ну, так. В смысле, как я оцениваю его личность? Ну, я же поэтому оговорился. Странный вопрос. Аккуратный и очень, это, как, всего боится. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, он там ходит, видит, и там, и так далее, да. Номера меняют эпидемиологически, да, потому что все это как-то осторожно, и очень, как бы, в этом поводить. То есть, он наверняка может быть, как бы, может, чуйка такая чувствует, что там, ну, он не скрывает, что-то, что так далее. Да-да-да, да, я слушаю, я просто, я записываю. Озвучивал там, в своем блоге, там, у меня не один раз, потому что они там, это, я знаю, наружу, типа, ходят, да, вот и там. Вот. То есть, он очень осторожный, аккуратный, в этом плане такое. То есть, лишних движений не делать никогда, ну, это мое мнение, да, то есть, как бы, аккуратный, аккуратный, осторожный. То есть, как бы. Хорошо, а вот, извините, вопрос такой, наивный, но меня его, исходя из того, что я записал, мне его зададут. Значит, одежду замывали, одежду замывали, потому что на одежде могли быть следы. Значит, и на теле могли быть следы. Но вы говорите, что на теле следов быть не могло. Почему? Ну, мне кажется, что там, ну, впитывается быстро просто. Он не оставляет, мне кажется, следов. Это Макшаков скажет более подробно. Я не всю информацию не обладаю. Я даже не знаю, что там делать. Ну, я имею в виду, сами понимаете, да? Ну, я понимаю. Я не знаю. У меня нет информации. О, Константин Борисович, не сказали. Мне сказали, я приехал, сделал и уехал. Все остальное, вся остальная информация по поводу, кто там ездил, кто это делал, это не у меня так информация. Это я с ними, я с ними со всеми поговорю сам. Мне, повторяюсь, мне нужно просто вот ваш взгляд конкретный, потому что руководство сказало, значит, со всех собрать информацию и составить общую картину. Поэтому, значит, давайте еще раз суммируем все, что у нас есть. Значит, по вашему мнению, выжил этот фигурант, потому что самолет посадили слишком рано, верно? Главная причина. Ну, мне кажется, что да, только из-за этого. Если бы там чуть-чуть больше, то, возможно, и все, когда закончилось по-другому. Вот видите, стечение обстоятельств, это вот это самый такой плохой фактор, который в нашей работе, да, может быть, то есть как-то. Вот это, понятно. Под стечением обстоятельств мы имеем в виду обстоятельства номер один, это посадили самолет, а обстоятельства номер два, это что? Ну, это то, что это, как бы, приехали там вот скорые там и так далее, провели мероприятия вот эти вот первичные, которые они обычно, ну, там помедники смотрят в состоянии, вот они, ну, там, музыковой антидот какой-то, ясно, да, положительно, положительно о том, что, возможно, что вот это вот, да, или хотя бы, ну, симптоматика там опять похожа. Ну, да. Поэтому они, они действовали непосредственно по инструкции медики, вот, поэтому, для того, чтобы сработала скорая, да, соответственно, вот это тоже фактор, как бы, от людей, дальше, соответственно, просто увезли его там в больницу, вот, там, соответственно, тоже провели какие-то мероприятия в зависимости от, там, симптоматики, там, и всего, и всего вот этого. Есть вероятность того, что он кого-то из членов группы видел в лицо? и узнает в лицо? Ой, это я не знаю, вряд ли. Он всегда строго к этому подходит. Вот у меня есть информация... Да, 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 там, одежда, потому что, не надежда, и так далее. Значит, у меня есть информация, что однажды с ним, члены группы однажды летали с ним вместе на одном, одним рейсом. Было такое? Ну, это информация у меня, к сожалению. Ну, как бы, я вот не знаю, о чем я говорю. Обычно берется всегда рейси специально разные. Это даже группа летит, вот, несколько из них, да, бригадки, мы летим по одним идти по одним рейсом, по одним рейсом, как бы, ну, стараются всегда так. Я не знаю, это информация у меня. Ну, то есть вы такого не знаете? Нет, я не знаю, честно говоря. Просто, то есть, по шкале от одного до десяти, какова вероятность того, что он или члены его группы, команды могли сфотографировать кого-то, записать, кто-то случайно мог на камеру попасть? Ну, учитывая, там, наши сейчас сегодняшние люди, везде там и камеры стоят, но всегда, как бы, все равно, когда работают, так сказать, закрывают и так далее. Все понимаете, да? Как считай, ну. Ага. Да, у меня с вами всего другого. Работать идем только тогда, когда нам оперативные сотрудники дают добро. То есть они нам объясняют ситуацию, ну, опять же, там, мы уже говорим, идем или нет. То есть всегда отсекается возможность снятия какого-то либо и так далее. Понимаете, да? Понимаю. То есть, мы с вами как оцениваете работу оперативных сотрудников? Которые принимали участие? Да. Ну, с тем, с тем я работал, хорошо оцениваю. Не будет никаких сюрпризов у нас с одеждой. Ну, поэтому несколько раз поехали. Несколько раз поехали, чтобы обработать одежду. Давайте еще раз. У меня есть данные, что вы 25 августа, да, августа это делали, а второй раз? Алло. Может, чуть-чуть поехали, через неделю, две, наверное, или через неделю. Через неделю после 25 августа? Не помните точно? Нет, к сожалению, я не помню. А ездил? Просто он уже с Макшаков, каждый. Окей. Кто еще ездил с вами? Со мной? Да. Василий Калашников. Калашников. Ну, его фамилия, наверное, не озвучено было, да? Нет, у меня нет списка его. Странно. Ну, значит, руководство посчитало, что они не... Я, я... Ну, да, это же, это же... Хорошо, я с Богданова это уточню вопрос. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, какой предмет одежды-то, на какой предмет одежды главный был акцент? На самый рискованный в теории предмет одежды какой? Трусы. 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 Что-что? Ну, рискованный в таком плане. Ну, где могла быть максимальная концентрация? На трусы. На в каком месте трусов? Это внутренний шов, наружный шов, внутренний шов, прилегающий куда? Потому что у меня здесь по этому поводу блок вопросов. Я все это с Макшаковым буду обсуждать, но мне нужна и ваша информация тоже. Ну, по внутреннему работали. Ну, по крайней мере, там это обработка не надо. Ну, вот, представляете себе трусы, да? И, как бы, и вот трусы, и в каком месте? Как бы, есть самая... В паховой части трусов. Ну, гульфик, как называемый, там швы такие есть. Вот по шлам. Так, погодите, это важно, сейчас, секунду. Значит, кто, кто передал информацию о том, что должна быть обработана гульфиковая часть трусов? Мы предполагаем, сказали работать по трусам именно по внутренней части. Кто сказал-то? Макшаков? Да. Внутренние, ща пишу, внутренние швы трусов. Окей, а, значит, серого цвета трусы? Да. Цвет трусов какой, не помните? Я, честно говоря, ошарашен вопросами вот этими, сами понимаете, да? В зависимости от ситуации, от этого. Константин Борисович, все ошарашены. Представляете, как я ошарашен? Я вообще об этом не знаю ничего. Хорошо, если мне какие-то будут нужны уточнения, я, наверное, в течение пары часов буду еще звонить, поэтому на связи оставайтесь, хорошо? Да я всегда на связи, днем и ночью. У меня уже привычка. Да, понятно, да. Я с телефоном везде хожу, в туалет, в ванну. Это да, 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 это точно. Все-таки я не понимаю одной вещи. Вот они наносили на трусы или на трусы и на штаны? Потому что у меня информация двойная, и я не могу понять. Поэтому Шарков скажет, больше. Нет, ну они скажут мне, скажут. Я хочу, чтобы вы мне сказали. Нет, я об этом не знаю. Я говорю, мы работали вот именно по этим. То есть по трусам, по штанам внутренностям смотрели, как бы если там пятна, нет ли там пятен каких-то и так далее. Угу. Вот. Пятен как бы на трусах, видимых пятен не было. И, крайне мере, визуально. На штанах тоже там флисовые штаны такие, они полуоплотные, они вообще ничего не разглядят. Угу. Тем более они с темного цвета, и те, и те. Угу. Угу. Поэтому, так, как вам сказали, так мы смотрели, там, визуально не было видно. Окей. Понятно. Хорошо. Все, Константин Борис, спасибо большое. Будем на связи, тогда буду обращаться еще. Ну, Максим Сергеевич. Да. Алло. Да, да, да. Извините, вопрос такой. А, не, ничего, что мы с вами по обычному телефону... А, мы ничего такого не обсуждали особенного. Ну, это скорее экстренная ситуация, я думаю, что ничего страшного нет. Я согласовал с Богдановым, что я вам буду звонить в такой связи. А, согласовали? Да, да. Да что? Все, договорились. Добро. На связи там. Угу. Удачи, пока. Ну вот. Теперь мы с вами знаем, конечно, еще не все, но уже очень-очень многое. А я, видимо, стал первым человеком в истории, вопрос о трусах которого рассматривался на Совете Безопасности России, ну или где там Путин планирует свои самые важные операции. Как видите, все, что я говорил в предыдущем видео о полной деградации правоохранительной системы, подтверждается. Представляете себе? Хранятся в полиции улики попытки убийства. К ним приезжают ФСБшники, эти улики забирают, стирают с них следы преступления, потом отдают обратно. Потом приезжают второй раз и проделывают то же самое, чтобы наверняка. Это не государство получается, а бандиты. Ну смотрите уже, сколько людей задействовано. От врачей и полицейских до местного ФСБ. И они вообще все по первому приказу совершают тяжкое преступление, фабрикуя улики. Потому что это не операция по спасению шкуры какого-нибудь Кудрявцева или Таякина. Они Путина спасают. Он все это придумал. А вы думаете, почему это все происходит? Ну потому что... Ну потому что... Потому что потому... Мы с вами прижали их к стенке. Доказательств теперь более чем достаточно. Но суду я их не предъявлю. А могу предъявить только гражданам России. Прошлый раз просил, и вы мне сильно помогли с распространением. И в этот раз прошу. Он врет на прямой линии. Используя для распространения своей лжи вообще все газеты и все телевидение страны. Мы можем ответить только тем, что будем рассказывать правду. Поучаствуйте в этом. Пусть вся страна спрашивает у Путина, почему нет расследования. Ну и напоследок. Я, конечно, хочу сказать еще раз огромное спасибо пилотам самолета, быстро посадившим его, и медикам, оказавшим мне первую помощь. Вы, друзья, наверняка смотрите сейчас этот ролик. И теперь уже окончательно ясно, что Путин-то и ФСБ хотели меня убить. А выжил я благодаря вам, хорошим людям, выполнявшим свой долг. Спасибо. Хороших людей вообще больше, чем злодеев. Такие пилоты и врачи, они гордость России. А вовсе не Таякины, Путины и Кудрявцевы. И рано или поздно добро победит зло. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду.